как держать баланс между разумом и душой и нужно ли его держать прислушиваясь то есть не игнорируя не уменьшая не ущипывая потому что я же тоже случай когда человек слишком уходит духовность да то о чем мы говорили и он теряет связь с материальным миром тем не менее находясь здесь то есть в горы он не уходит монахом у не становится и дальше просветление не идет из какой-то определенная плата и он все время вот циклично находится где-то отдален от этого при этом пребывая в состоянии любви такое возможно при этом он с душой но удаляясь глубоко глубоко в одну сторону мы удаляемся от второго укореняясь в одну мы удаляемся от первого должна быть золотая середина баланс баланс самое сокровенное всегда посередине на границе между прошлым и будущим настоящие на границе между сном и бодрствованием туре я на граница между вдохом и выдохом задержка нас ощелачивает и точно так же и здесь на границам левого и правого полушария мозга чувствованием и осознаванием рациональности должна быть золотая середина и это баланс а почему космос он цельный он цельный а дуальность распала на противоположности и чтобы вернуться к цельности мы должны сбалансироваться найти баланс левого и правого получается что если нет баланса в этом между материей разумом и душой то это не есть истинная любовь да это дисбаланс это дисбаланс если нету одного допустим знания а точнее осознание осознание и только чувство тогда мы в чувствах на наше внимание рассеянное мы в розовых очках мы не развиваемся если нету души только сборка внимания то это период грубости контролю стремление к чертости по стремление до подчиненности подчинять друг друга а вот когда в союз мы и в сфокусе и душевный мы альтруист одно приводит нас к эгоизму другое а к рассеянности к благоуханию слепому благоуханию бессознательному а вместе альтруизм там и там нет свободы это все ограничение потому что нет второй половины как достичь вот этого баланса а вообще баланс это тайна всего многие ищут смысл жизни и столько вопросов в чем является смысл жизни если посмотреть в нейронные клетки головного мозга нейронные по нервной системе они бегают и вот что заставляет их бегать какой у них смысл жизни добежать по всей нервной системе либо взять атомы металла атом они тоже стремятся бегать куда-то стремятся какой у них смысл жизни что из побуждает двигаться и так далее а смысл и нейронов и атомов они ищут баланс и находя баланс они начнут входят в любовь и поиск баланса просто их мотивирует по преследуя любовь преследуя наслаждение как человек на качели качается он балансирует вот так приятно непонятно почему но мы в балансе воздушность приятно и вот смысл жизни человека сбалансироваться сбалансировать землю и небо душу и разум и возникает духовная искра опыта как плюс и минус соединить возникает термоядерный синтез искра так и человек и вот это наш смысл жизни смысл ищет ум а за пределами мат трансцендентности вот при помощи ума мы приходим к балансу при помощи баланса к цельности любви любовь это наша цельность осознанная любовь